Время строительства зоопарка Время строительства зоопарка Время строительства зоопарка Время строительства зоопарка За полгода прирост составил всего 4 копейки, достигнув отметки в 38 рублей 71 копейку. Отметим, что рост цен на автозаправках крупных компаний в России постепенно сменяет фиксацию стоимости. Согласно данным мониторинга Центрального диспетчерского управления ТЭК, в середине лета в 63 регионах цены на все виды моторных топлив практически застыли, а еще в пяти даже пошли вниз. С начала года цены на бензин на АЗС крупных игроков в среднем выросли на 4%, на бирже на 7-8%. Но дальнейший рост цен на бензин в России во втором полугодии 2017 года не превысит 1% и произойдет преимущественно в сентябре. К такому выводу пришли аналитики агентства Vion Consulting. Рентабельность активов Пермского банка «Урал-ФДА» оказалась на уровне 2016 года. Кредитная организация вошла в топ-200 крупнейших российских банков по данному показателю. Исследование прибыльности игроков отечественного банковского сектора провело рейтинговый агент «Стария рейтинг». По данным на 1 июля, лидером по рентабельности третий раз подряд стал Киеви банк. Высокие показатели являются следствием значительного роста чистых комиссионных доходов за счет одноименной платежной системы. Наиболее слабый результат показал «Глобоксбанк». Эксперты связывают это со значительным ухудшением качества кредитного портфеля. «Урал-ФДА» занял 123 позицию в рейтинге за три месяца, опустившись на 18 строчек. Показатель рентабельности активов остался на уровне 0,6%. По словам представителя Пермского банка Светланы Галягиной, до конца текущего года в планах увеличить чистую прибыль. В полугодии она составила чуть менее сотни миллионов рублей, однако результаты во многом будут зависеть от экономической ситуации в стране. По мнению экспертов Реарейтинг, во второй половине 2017-го рост рентабельности у российских банков продолжится. Увеличение прибыли будет обусловлено поэтапным снижением процентных ставок в экономике и в первую очередь ставок привлечения банками средств клиентов, а также небольшим восстановлением кредитования. Пермский домостроительный комбинат увеличил показатель выручки более чем на 40%. Компания опубликовала финансовый отчет за полгода, при этом валовая прибыль предприятия сократилась почти на треть по сравнению с прошлогодним показателем. Результат менее 6 миллионов рублей на начало августа. Почти в полтора раза сократилась и прибыль от продаж, ну а чистая прибыль за полгода осталась примерно на том же уровне, составив чуть больше 2 миллионов рублей. Сейчас контроль над Пермским домостроительным комбинатом получили две группы бизнесменов, сообщает издание «Коммерсант Приками». Одна миноритарная представляет малоизвестных коммерсантов из Москвы, а вторая группа близкая к бывшему владельцу «Пермодежда» Артема Балдыреву. Главное, в отношении ПДСК новые владельцы не разглашают. По данным экспертов издания, комбинат был куплен из-за энергомощности предприятия, а также из-за намерения построить на площадке предприятия новое производство. Существующая площадка может стать привлекательной для инвестиций, и на базе уже существующей компании можно построить даже новое предприятие, не связанное с деревообработкой. На этом пока все. Смотрите, читайте РБК, и до встречи уже через час. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова